Карен Налбандян Воздух, всего месяц назад, пыльный, горячий, напитанный настоем ароматов разогретых горных трав и пота, был чист и прохладен. Ни единого звука не разносилось в нем в этот ранний час. Только где-то вдалеке, в наступившей пустоте, тихо звенел родник. Был именно тот день, который ясно отделяет лето от осени. Первый день ранней осени. Осень была на душе у Париса. А как хорошо сейчас в лесу. Лечь на спину и смотреть, смотреть в небо, где лишь изредка раздается клекот ястреба. Удивительно. Приятен этот звук, но как боится его лесной народ, так и с человеком. Каждому свое. Тогда же я был в лесу последний раз. Наверное, лет 12 назад. Позже все было некогда, а потом, потом началась осада. И остается издали смотреть на лес, как герой одной неведомой сейчас повести. И еще человек по имени Камил, который близок мне более всех современников. Но он будет бессмертен. А я, я из тех людей, которых не хочет носить земля. Не хочет, но носит до срока. А когда этот срок истечет, со мной погибнут все, кто рядом, кто принял меня и доверяет мне. Первой была Кассандра. Был у нее свой расчет, когда она назвала никому неизвестного пришельца именем давно умершего старого принца. Не было тогда в городе человека, который не поверил бы слову жрица Аполлона. Не то, что теперь. Слишком поздно поняла сестричка, что бывают люди, с которыми нельзя заигрывать. Став наследником, я не хотел быть ставленником коллегии. Конечно, в тот день она спасла меня, но первым-то мог быть только один. Вот что делают с человеком власть и обстоятельства. Всегда знал, чего нельзя делать ни при каких обстоятельствах, но случай не оставлял выбора. А все началось раньше. Раньше, по иронии судьбы, в тот день, когда был зачат, ахилл непобедимый. Да, неудачным стал для трои тот летний день. Я тогда еще просто Александр сидел в тени, а разомлевшее от жары стадо паслось рядом на склоне Иды. Вдруг они появились прямо передо мной. Три богини и гермес с яблоком, которое позже назовут яблоком раздора. Не было в нем ничего сверхъестественного. Яблоко как яблоко. Аппетитное, большое, красное. И на боку четко виднелось торопливо процарапанное. Прекраснейший. Помнится, подумалось озорно. Где пись есть самому? Парис был не первым и не последним человеком, в чьей жизни яблоки сыграли роковую роль. Еще бедняга Адам расплатился за излишнюю любовь к фруктам из чужого сада суровой ссылкой на землю. Сегодня они едят яблоки из моего сада, завтра до меня доберутся, должно быть, решил Господь. А на память об обжорстве первого на свете мужчины его потомки прячут под галстуком острый угол щитовидного хряща, более известный под названием Адамово яблоко. Прямо в яблочке, лежащей вот в чем загвоздка, на голове у родного сына всадил арбалетную стрелу Вильгельмтель, а другое яблоко, свалившись на голову Исаака Ньютона, сбило его с размышления лондонской чуме на закон всемирного тяготения. Закон, который сполна испытал на своей шкуре Геракл, поддерживая небесный свод вместо атласа, добывавшего яблоки, с той же яблони, что и фрукт трех богиней. Вполне возможно, что именно этот вклад яблок в науку навел группу молодых людей на мысль назвать фруктовым названием фирму Apple Macintosh. И другая молодая группа тоже выбрала своим символом яблоко и стала легендой шестидесятых. Битлз пришли к вершине славы, но не выдержали испытания ею. А город Нью-Йорк назвали большим яблоком не Лаки Лучиано или легендарный Дон Корлеоне, которые и вправду делили его как большое аппетитное яблоко. Это название дали городу заезжие джаз-банды. Бывало, яблоками травили. Так, первые известные в истории отравления совершила древняя королева, разрезавшая яблоко для своей молодой конкурентки ножиком, смазанным с одной стороны ядом. Быть может, именно эту историю использовал Пушкин при написании сказки о мертвой царевне. История повторилась в виде фарса, когда повар Джорджа Вашингтона попытался отравить президента золотым яблоком, помидором, соответствующим результатом. И уже возвращаясь к нашей истории, вспомним, что знаменитая Венера Милосская держала в одной из утраченных рук яблоко. То самое. Передо мной стояли три богини. Юная и прекрасная Афродита, величественная и грозная Афина, и третья, постарше с виду, гордая и стройная Гера. Они были очень разными, но было в них что-то общее. Презрение к смертному, читавшееся в их глазах. Не знали они, что в эту минуту я ощутил себя на перепутье дорог, каждая из которых вела к лютой смерти на 33-м году жизни. Я мог бы принять Азию, положенную у моих ног Герой. Мог бы, но не захотел, потому что ни одному смертному не под силу держать в кулаке столько стран и народов, не проливая рек крови и не построив одного-двух гулагов. А без этого та дорога опять привела бы меня к втрою, столицу моей империи. Только варвары, осаждающие ее, пришли бы не с запада, и конец был бы столь же ужасен, но погибло бы не только трое. Катившаяся за мной с востока волна обрушилась бы на беззащитный пока запад, отбросив цивилизацию на много веков назад. А что мешало мне принять непобедимость, остановив свой выбор на Афине, как поступит, например, спустя века царь Дикой Пакамакедонии? Пройти сквозь свое время, как раскаленная игла, покорить весь мир, нести цивилизацию другим народом, иначе-то быть забытым на родине, которую прославил. И разочарование. Этот путь кончается в дворцовой палате чашей с ядом, поданной лучшим другом. Был еще один вариант. Отказаться от суда богов, остаться собой. Через 13 веков так решит мой младший брат, которого еще нет. Но на 33-м году и он не сможет жить по-прежнему, и пойдет по страшной дороге нищеты и страданий к бессмертию. Крест, словно перечеркивающий всю прожитую жизнь. Иногда я жалел, что не пошел тем путем. Но по натуре я не был мучеником, я был романтиком. И выбрал любовь прекрасной Елены. Удивительно, не здешней была она. Неземная красота сочеталась в ней с красотой душевной, и появление которой в наше время было такой же ошибкой, как и мое собственное. И она, она досталась скотине Менелаю. Елена. Душа человеческая загадка. Кто знает, что чувствовала она? Однажды похищенная в детстве, дважды разыгранная в жребий. Кто знает, кто спрашивал? Никто. Не тот век, не те времена. Я узнал об этом за день, до того, когда мне следовало сделать свой выбор. Помню, в каком бешенстве я был, как хотел спасти ее. И вот он, шанс! Никогда не забуду той ярости, с которой посмотрела на меня Гера, той короткой молнией, которая сверкнула в непроницаемом взгляде Афины Паллады, когда было произнесено слово «Афродите». Если гнев Геры был гневом оскорбленной женщины, то во взгляде Афины вообще не было ничего человеческого. В нем ясно читался смертный приговор. Затем они исчезли. Последним гермес, бросив на меня странный, соболезнующе понимающий взгляд. И все стало так, как было пять минут назад. И жара, и навозные мухи, и лениво жующие стадо, и мощный хор цикад. Все оставалось по-прежнему, но я выбрал свою судьбу. Впереди я знал, были самые веселые годы моей жизни, годы торжества разума. Когда силой разума я одержу победу в борьбе с сильнейшими мужами трои. Когда буду строить первый троянский корабль, прообразом которого стала Катя Сарк, корабль птица. Когда совершу на нем путешествие, аналогов которому в мое время нет, и которое будет настолько неправдоподобным, что ни один летописец не расскажет о нем, боясь прослыться лжецом. Во времена Париса море было опасной и непредсказуемой стихией. Плавали по нему, опираясь на берег, держа его в виду и приставая на ночь. Долгие месяцы забирались греки до трои. Парис же был первым, кто решился пойти прямым маршрутом. Для своего времени это было таким же походом в никуда, какими казались современникам путешествия Колумба, а потом Магеллан. И совсем неудивительно необычайное количество плохих примет и предсказаний, сопровождавших его. В основном рождались они среди недовольных старцев в трое и в матросских трюмах. Кстати, интересно знать, каким способом нашел Парис команду для своего корабля. Португальскому королю Энрике мореплавателю пришлось для этого запастись как минимум папским отпущением грехов на всю команду. Само же путешествие было спокойным и быстрым. Впереди был мой звездный час. Впереди была и расплата. Оставалось только ждать. Елена. А еще друг. Хотя, казалось бы, какой друг может быть у человека, наделенного абсолютным знанием? Мемнон был больше, чем преданным другом. Был, как второй я. Помнишь? Спина к спине в ночь мятежа. Рейд в Спарту. Открытие академии. Бок о бок в боях на стенах. А потом тот день, когда Ахилл, обезумевший от бешенства и поэтому невероятно опасный, как зверь, попробовавший человеческой крови, рвался втрою. Тогда Мемнон первым бросился к воротам, чтобы не дать этому монстру войти в город. Я почувствовал страшную тоску, потому что знал, что случится дальше. Я видел, как Мемнон крадется к закованному в металл чудищу, подобравшись, как богомол перед броском. Потом его согнутая рука распрямилась, и тонкое острие треугольного клинка проскочило в едва заметную щель в доспехах. Ахилл резко развернулся к нему. Впервые на этой войне ранили его, и теперь он жаждал мести. До сих пор перед моими глазами стоит страшный окровавленный клинок, сверкнувший красным отцветом в лучах заходящего солнца. Неизвестно, откуда тогда у меня в руках появился лук. Первый раз в жизни я перестал быть собой, всезнающим Парисом. Остался только человек своего времени, и он мстил. Но разум оставался холодным. Мозг необыкновенно ясно и быстро рассчитал угол, поправку на ветер, набьющие в глаза солнце доспехов стреля не пробить. Придется выбирать крупную артерию, благо на секунду он раскрылся. Тетиву отпускать плавно, и все. Прощай, Ахилл. Умирая, бедняга кричал, что никто не смог бы поразить его без помощи богов. Обвинял во всем Аполлона. Эх, Ахилл, Белеев, сын. 80 килограммов великолепных мышц, закованных в не менее великолепную скорлупу из почти неизвестной в наше время стали. И совсем немного примитивных мозгов, не способных даже вместить возможность своего поражения. Не стоит забывать, что вся эта история происходила еще в бронзовом веке. Железо, притом весьма дурного качества, добывали в немногих странах примитивным сыродутным путем, и ценилось оно на вес золота. Лишь очень редко к кузнецам попадало почти химически чистые метеоритные железо. Так появились знаменитые доспехи Ахилла, а с ними легенда о его неуязвимости. Современникам, привыкшим к тусклой бронзе, сталь должна была казаться ослепительно блестящей. А что касается прочности... Умный, опытный боец Гектор в поединке с Ахиллом сделал ставку на удар, которым он не раз пробивал и щиты, и доспехи. Он никогда бы не решился расстаться с копьем, если бы не знал твердо, что этим броском ставят последнюю точку. Но технический прогресс был на стороне Грека, и Гектор проиграл. Ахилл Удивительная штука человеческая память. Ведь именно эта безмозглая горилла останется в ней победителем Трой. Войну начал Менела, и средства на ее организацию выделил сказочно богатый царь Агамемна, но победит в ней военный гений Одиссея. Но победителем по праву должен был стать я, ведь сила была на моей стороне. А вот судьба против. И я погибну. Когда? Сегодня незамедлительно пришел ответ. У Бориса вдруг задрожали ноги. Его охватил звериный страх, безумное желание бежать, скрыться. До него неожиданно дошел смысл этого слова во всем его великолепном значении. Где бы я ни был, что бы я ни делал от заката, я не доживу. Завтра все будет так же, но вот меня больше не будет. От этой мысли все его тело напряглось в рефлекторном животном крики. Не хочу! Огромным усилием Парис собрался и вырвал из себя страх. Одним движением, как вырывают гнилой зуб. Он несколько раз глубоко вздохнул, чтобы унять противную дрожь. Страх пропал. Осталась лишь тоска. Смерть чем-то срать не сну, только больнее. Одно дело знать, что будет новый день, и совсем другое дело, когда сознание гаснет навсегда. Нет надежды. Эту мысль сменила другая. А как будут рады троянцы? Ненавистный, страшный, пугающий своей непонятностью принц Парис, наконец погибнет. Дети усмехнутся, он будут радоваться. И никто не вспомнит, что именно благодаря мне трое легко переносит десятый год осады. Стены, спроектированные мной, неприступны. Стратегия почти непобедима. Благодаря нашей дипломатии со всех концов света к нам идут союзники. Греческие шпионы не успевают пройтись по городу и трех минут. А мои сеют рознь в лагере греков, еще больше ослабляя их. Но держатся здесь все только на мне. И стоит мне погибнуть, как они немедленно перегрызутся с соседями и сдадут всех шпионов грекам, чтобы не пришлось платить. Что ж, я не настолько глуп, чтобы считать, что мне удастся победить их вековые предрассудки и суеверия. А царь Приам ненавидит меня сильнее остальных, забыв о том, как во времена его детства одна дружина греков сходу взяла трою. Забыл. Но пока я жив, город будет стоять наперегор всем. И людям, и богам. От грустных мыслей Париса отвлек прибежавший раб. Немного отдышавшись, он сказал, «Господин, Лаокаон просит тебя прийти в храм. Принесли раненых». «Скажи, сейчас буду». Раб убежал. Борис неторопливо встал и зашагал к храму Аполлона, где находился госпиталь. Один из самых древних богов Греции, Аполлон, был богом троянским. Бог света и культуры, бог путешествий. Его культ, как никакой другой, подходил Парису. Недаром все его действия были так тесно связаны с этим богом. И на культе Аполлона мы чувствуем отпечаток, который наложила на него личность Париса. Аполлон, как и Парис, охранял стада и предсказывал будущее. Жрецами Аполлона Парис назначил умных, преданных людей, таких как Лаокаон. А еще Аполлон был богом-врачевателем. Врачом был и его сын Асклепий. Недаром клятва Гиппократа начинается словами «Клянусь Аполлоном-целителем, гигией и панагией». Парис осматривал раненых. Там, где он проходил, раненым становилось легче дышать, появлялась надежда. Всего несколькими словами он мог вселить бодрость в усталого, волю в жизнь, вздавшегося дать силу слабому. Казалось, перед ним отступала сама смерть, но иногда он проигрывал. Я знаю, что нужно, чтобы лечить их, но у меня ничего нет. Легче всего было бы приучить жрецов к правилам антисептики. Для них это просто еще один ритуал. Удалось наладить и сортировку раненых. Элементарную истину военной медицины. Жестокими, воистину драконовскими методами заставить жителей осажденного города выполнять требования гигиены. И это я молодец. Можно вправить вывих, зафиксировать перелом, обработать рану, сделать несложную операцию. Наркоз молотком по голове. Приготовить десяток другой лекарств, слабый антибиотик из плесени. Но что мне делать с этим? Раненый смотрел на него с надеждой и ненавистью. Внезапно он спросил. Господин, Зачем ты не принял мира? Трион. Даже если бы я и принял мир, Мир был бы недолгим. Слишком много ахейцы вложили в эту войну. Теперь их надежда сокровища трое. Господин, Ты же велик. Сделай так, чтобы победили мы. Против нас боги, Трион. Что бы я ни сделал, Это лишь ускорит наше падение. Терпеливо, как ребенку объяснял Парис. Зря это я зачем не подумал. Но раз ты не можешь помочь нам, Зачем ты здесь, господи? Неожиданная судорога оборвала воина. Парис дал Триону морфия, и тот успокоился. Больше ничего сделать было нельзя. Не так давно стали появляться такие раненые, С искаженными лицами, корчащиеся в адских муках долгой агонии. Это началось после появления под трое гнилоногого. Его стрелы, начиненные ядом гидры, Несли страшную смерть и сеяли ужас среди троянцев. Парис в отчаянии думал, А я не могу ничего поделать, у меня ничего нет. Человек страшнее яда. Ведь не всегда же филактет был гнилоногим. Таким его сделала жизнь. Его психика надломлена, он озлоблен. Трудно не озлобиться, будучи преданным, Брошенным друзьями и проведя десять лет Полупарализованным на невитаемом острове. От всего этого можно сойти с ума, а он выдержал. Вынес и второе предательство, и лечение Одиссея, Когда тот одним ударом меча отсек ему больную ногу. Его трудно винить. Но он убивает наших, а я не могу лечить их. Тени укоротились. Парис посмотрел на солнце. Скоро полдень, а у меня еще много дел. Лаокаон. Жрец оторвался от раненого и подошел к двери. Безнадежен. Проклятый гнилоногий. Лао. Парис запнулся, не зная, как начать. Лао, когда... Нет, если меня убьют, ты будешь здесь за меня. Ты знаешь, что делать. Не забудь того разговора. Вряд ли у тебя что-нибудь выйдет, но попробуй и... Позаботься о Елене. Об этом я прошу тебя особо. Барис вышел из госпиталя. Ему хотелось хотя бы напоследок побыть с Еленой. В ее покоях, как всегда, было светло, прохладно и тихо. В углу валялся свиток, одна из книг, которые должны появиться только в будущем. Барис иногда переводил и записывал их для Елены. Трудно быть богом, прочитал он на футляре. Это была ее любимая повесть. Но, судя по всему, отложили этот свиток уже давно. Услышав шаги, Елена подняла глаза и грустно смотрела на Бариса. Его поразило ее лицо. Ее нужно предупредить, подумал он. Ну, благородная Донна, начал он бодро и безнадежно фальшиво. Честь имеем доложить, осада идет, а мы сидим... Не надо пара. Я была в госпитале. Когда это случится? Не сейчас, но ради Аполлона не надо. Я выдержу. Сегодня. Когда? Вскоре после полудня. Значит, всего час. Через час ты уйдешь, а я опять останусь безнадежно одна в этом мире. Ты был единственным, с кем я хоть могла быть собой, с кем мне не приходилось притворяться. И ты любил меня. Ты был тогда во дворце Менелая единственным, кто понял, что скрывается под маской капризной красавицы. И еще ты был единственным настоящим мужчиной в этом детском саду неандертальцев. Что мне делать теперь? Жить долго и счастливо? Жить, сказал он и осекся. А ведь действительно проживет она еще очень долго. Как? Помнишь, ты рассказывал мне про филактета, как он десять лет жил на диком острове один? Но у него была надежда на то, что все будет хорошо, а у меня нет. Боль будет, одиночество будет, а надежды нет. И будет кое-что похуже. Пар здесь меня все ненавидят. Я для них виновница всех их несчастья, да еще и чужеземка. Только благодаря тебе они не смеют ничего сделать. Как же я выживу в этом осином гнезде без тебя? А ты никогда не задумывался, что для того, чтобы жить, мне придется вернуться к мини-лаю. Я буду вынужден оправдываться, зная, как ты презирал тех, кто оправдывается. Говорить, что ты удерживал меня колдовством. И завиниться смеяться, когда эти пяти кантропы будут пересказывать мне мерзкие анекдоты про тебя. Только в глубине души носить память о тебе. Вечно любить тебя. Но всегда надеть на себя ненавистную маску королевы спартанской. Ты говоришь, живи, но это уже не будет жизнью. Жить после того, как я предам тебя, Борис. Борис не мог, не хотел вспоминать следующие полчаса. Думать о том, что он больше никогда не увидит Елену. Нет, нельзя. Теперь он лежал на гребне крепостной стены у страшного самодельного оружия, готовясь к своему последнему бою. В прицеле он видел тупые потные лица, бронзовые доспехи, бронзовое оружие. Стрелять или нет, размышлял он. Но ведь не в них дело, а в чем. Они же были мальчишками, когда пришли сюда. Что они вообще видели в жизни, кроме крови, грязи и крепостных стен? И кто в этом виноват? Потом он увидел одноногого воина, Филактет. Сделать доброе дело и прикончить его. Но ведь дело и не в нем. Его стрелы возьмет кто-нибудь еще. И все же палец его застыл на гашетке. Париса поразила новая мысль. Зачем? Зачем еще жертвы? Вот тот воин в будущем, он расскажет о нас. Им будут зачитываться и через сотни, и через тысячи лет. Кажется, его зовут Гомера. В сущности, это дети. Пусть грязные и жестокие, но вырастет из них одна из самых прекрасных цивилизаций в мире. И мы были не самыми плохими людьми, просто нам не повезло. Да, боролись, ненавидели и любили. Но жили до чьей-то эры, какое-то призрачное существование. И нас уже ничего не спасет. Люди против нас, боги разъярены, но даже если мне удастся победить и тех, и других, этим я лишь немного оттяну нашу гибель. Я чувствую, в воздухе пахнет странной, жуткой грозой. Я больше не хочу убивать. Он последний раз посмотрел на Филактета. Тот, весь напрягшись, чего-то ждал. В следующую секунду Борис понял, чего. Спокойным движением он сбросил свое оружие со стены и стал спускаться. Он шел по улицам, выпрямившись, сбросив с себя весь груз, который нес 10 лет. Троянцы молча смотрели на него. Взгляды скрещивались на оперение отравленной стрелы, торчавшей у него из плеча. Мрачно смотрела на смертельно раненого брата Кассандра с уважением воины. И с ненавистью, пополам с радостью, приам. Салютом по полной форме провожал погибающего противника, посерьезневший Одиссей. Беспрепятственно выйдя из осажденной крепости, Парис пошел к лесу Иды. Греки расступались перед ним. Их парализовал его взгляд, обращенный туда, откуда уже не возвращаются. А Парис переставал быть Парисом. Только сейчас он понимал, что такое абсолютное знание и как мало он знал раньше. Теперь он был всемогущ. Он смог бы лечить смертельно раненых, смог бы спасти трою, но его это уже не интересовало. Он уходил все выше, и все более незначительным казалось то, что терзало его. Лишь сверкнула болью слово и пропало. Наступила бесконечность. Когда тело его нашли, пастухов поразила улыбка на необезображенном лице. Всезнающее, мудрое, немного детское. А что было дальше? Да, в общем-то, ничего. Трое взяли довольно быстро. Благое намерение жреца Лаакаона осталось благим намерением. Как только его разоблачения стали достаточно опасными, а доказательства обоснованными, его с двумя сыновьями обнаружили на берегу с явными следами смерти от асфиксии. И кто уж тут разберет, кто придушил их? Пару удавов, посланных Афиной, как разъясняло население многочисленной агентуры Одиссея, или пара же опытных боевых пловцов. Не было судебно-медицинской экспертизы в тот век. Сам Одиссей вернулся на итоку и счастливый избег участи Агамемна, но убитого женой, согласно классическому сюжету, возвращается муж из командировки. Впоследствии он встретился со своим старым однополчанином Гомером. Так и родилась знаменитая Одиссея. Из объяснения Одиссея, где его носила 10 лет, и пенелопы, что делала у нее дома буйная толпа мужиков, благо ни одного из них Одиссей не позаботился оставить в живых. Сам же он жил долго и достаточно счастливо, пока не был убит собственным сыном во время пиратского налета, совершенного Одиссеем по причине плохих штурманских способностей на родной остров. Елена не забыла того, чем она училась за годы жизни с Парисом. Эта сильная, умная женщина точно освоила тот принцип троянского принца, который гласил, что каждый человек сам определяет свою судьбу. Когда на Менелая нашла вдруг опасная задумчивость, она угостила его зельем из макового сока, которые втрое давали смертельно раненым. Так что остаток своей жизни Менелай провел, по меткому выражению летописца, в райских садах, в полной зависимости от жены. Она же разработала для своей страны знаменитые принципы, усовершенствованные и введенные суровым ликургами, сделавшие Спарту Спартой. Это была славная месть. И лишь один человек остался полузабытым. Принц Троады Парис. Принц Троады Парис. Субтитры подогнал «Симон»